здравствуйте на канале и тонн тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи российский политолог аббас голямов здрасте аббас здравствуйте после того как начались события в киеве я так говорю события потому что российская сторона называет это специальной военной операцией украина войной нападением агрессии и так далее после этого многие известные медийные персоны россии уехали оттуда кто-то просто уехал сказав что он уехал в отпуск на лечение кто-то принципиально обозначил свою позицию сказав что он не хочет против выступает против войны уехали они в разные страны но многие оказались и в израиле причем не только артисты и певицы но и вот здесь замечен например алексей кудрин правда кого он сказал что он приехал просто на выходные повидаться с друзьями на просторах герцли говорят видели самого познера ну и так далее в общем много людей о некоторых из них даже подозревают в кавычках естественно подозревают в том что они получили израильское гражданство в том числе известный бизнесмен прохоров правда опять таки его структуры это повергают у меня к вам вот какой вопрос поначалу когда эти люди только уезжали за границу по провластные как это принято говорит сми клеймили их страшными словами позором и так далее предатели не патриоты и не пускать их обратно и все такое прочее но вдруг тональность изменилась и сам пресс-секретарь президента песков заявил что например он хорошо знает ваню урганта и что ваня патриот и вот не надо его обвинять чем угодно а также ксения собчак она тоже патриот и тоже не надо обвинять чем угодно до того что она поехала в отпуск за что получил достаточно серьезную отповедь от главы чем чечни рамзана кадырова скажите пожалуйста вот это изменение тональности в кремле это случайность целенаправленная политика или это указание на то что только кремль может определять кто патриота кто нет так кого можно отравить а кого нет михаил там не столько изменение позиции сколько конфликт между двумя лагерями между условными ястребами и условными голубями определяется принадлежность к одному или тому или другому лагеря не столько какими-то идеологическими пристрастиями путинские элиты абсолютно беспринципный безидейный да поэтому они абсолютно циничны выборе средств так сказать которые они используют политической борьбе поэтому их принадлежность к тому или иному лагерю определяется вот повторюсь не столько их идеология сколько вот там пониманием что ли да точка зрения на то как надо выходить из той ситуации в которую они залезли то есть всем им уже очевидно что что-то пошло не так всем очевидно что русский корабль так сказать нас копил на мощный айсберг и тонет просто дальше способы спасения значит каждый выбирает сам голуби считают что не надо значит долбиться вот как баран знаете в новые ворота надо раз но не получилось эти ворота взломать да надо значит договариваться надо заключать какую-то сделку с украиной находить точки соприкосновения добиваться снятия санкций вот у лагеря ястреба сторонников что называется войны до победного конца у них нет четкого и понятного такого образа будущего да вот потому что ну то есть они говорят надо надо продолжать давить такси да ну а что дальше они не смогут ответить на этот вопрос ну предположим удастся отяпать донбасс украинцы не подпишут мир на этих условиях это значит что война переходит в такую затяжную на на годы да и очевидно что россия это не выгодно потому что в отличие от украины россия так все гуляют на свои и ее ресурсы не безграничны то есть длительная война многолетняя однозначно закончится тем что запад откажется от российских энергоносителей он сейчас это делает значит длительная война не позволит ему демобилизоваться вот если сейчас мир заключить как предлагает голуби то в принципе появился шанс ну так сказать сказать ребята ну извините погорячились все да давайте разошлись вот все мы отмирились договорились договор подписали поэтому если давайте ладно покупать у нас газ нефть все нормально но он дисконт сделает ну какая никакая стратегия значит а если воевать до победного конца повторюсь если октябрь часть донбасса там мариуполь например я не захарьков может быть даже удастся западе ну как какую-то какую территорию захватит понятно что не всю украину сил не хватит уже один раз подавились напав неожиданно поэтому сейчас когда высу вооружается всем миром значит и показали высокие боевые качества не хуже чем у российской армии но сейчас рассчитывать на то что вдруг что там чудо случится какой-то и россияне вдруг победят с помощью сирийцев вот ну на это рассчитывать не приходится поэтому да какую-то территорию наверно оттяпает но поскольку украина не подпишет мир на таких условиях значит лишившись какой-то территории вот эта война войдет затяжную фазу и этот путь в никуда она она быстро станет работать против властей с точки зрения общественного мнения то есть пока произошла мобилизация что называется вокруг флага сейчас уровень поддержки войны выше 50 процентов ненамного но выше вот но буквально через несколько месяцев эти цифры пойдут вниз группа поддержки начнут демобилизовываться особенно с учетом разрушительных санкций и резкого роста уровня резкого роста стоимости жизни инфляции безработицы и всех тех прелестей которые в ближайшее время там начнут происходить в общем вот в этой ситуации ну уже там вот голуби считают что что-то надо делать ястребы вот ну у них вот будущего такого четкого понимания чего надо делать повторюсь нет да у них есть понимание что на мир на нынешних условиях который предлагает там украина и запад мы не согласны ну а что с этим делать непонятно ну и короче они вот между собой ругаются путин видно дистанцировался до всего этого то есть он очевидно в шоке от происходящего вот он уже в космос собрался лететь он ведь сегодня на самый восточный поехал на космодром и значит ну бы предоставил им свободу действий вот этим лагерям ястребов и голубей но и они вот друг с переругиваются песков очевидно принадлежит голубям он время от времени видно он пытается сбить накал противостояния там где-то возможно например кто-то там совете федерации заявляет о том что если финляндия дескать вступит в нато то она окажется для россии следующей мишенью ну после этого песков говорит о том что мы конечно против вступлений нато но не считаем этой какой-то экзенциальной угрозой вот явно такая попытка сбить сбить накал страстей так попытаться деэскалировать конфликт да вот ну и вот собственно говоря от понятно а скажите пожалуйста да скажите пожалуйста вот упомянутая критика кадыровым пескова все-таки по должности пресс-секретаря президента россии а до этого он извините за жорганизм наехал на мединского как бы к нему не относиться но это официальный представитель президента россии на переговорах с украинской стороной тоже с критикой как он ведет эти переговоры это все из той же оперы по поводу борьбы ястребов с голубями ну смотрите кадыров он конечно сам по себе значит у него из силовиками российскими исторически очень плохие отношения вот они не любят его свои воли они сами так сказать считают себя центральным источником насилия в стране да тот кадыров который не подчиняется значит является еще большим поступком насилия в российскую действительность в общем у них значит как то что называется конфликт жабы с гадюкой вот внутривидовая борьба значит но сейчас кадыров активничает сам по себе просто потому что он оказался пожалуй если не считать путина ну еще может быть российскую армию шойгу там герасимов да кадыров оказался главным проигравшим значит по итогам вот происходящего потому что его имидж его его там значит группировки вот этих кадыровцев да они но он сильно пабли 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 то есть казалось что они годятся для того чтобы запугивать мирных российских обывателей но как только они пришли в украину они там ничего героического это не совершили да и наоборот получив по зубам тут же значит ползли на территорию значит россия перегруппироваться да и с тех пор мы видим их только в тик токе их там в россии называют тик ток войсками сейчас значит и а ведь власть кадырова держалась всегда за счет вот того ужаса которую он внушал в мирных российских обывателей а теперь и кадыровцев бояться то не будут тигр оказался бумажным теперь будут русские будут бояться украинцев скорее вот и кадыров конечно это понимает у него хорошая чуйка он он бесится по этому поводу да и брятся оружием но пытается доказать так сказать что он по-прежнему силен и страшен но вот поскольку доказать значит свою силу в помощи украинцев у него не получается но вот он нашел новый объект пескова значит начал на нем тренироваться то есть он почувствовал что система пошла в разнос ему самому терять тоже нечего он понимает что если сейчас он не восстановит статус кони не докажет вновь что он страшно его надо бояться то его сожрут там свои же вот и поэтому вот ну вся система идет идет в разнос понятно скажите пожалуйста у вас есть свое мнение что произошло с муратовым главный главредом новой газеты лавриатом нобелевской премии ну что произошло известно на него напали в поезде облили там краской попали в глаза говорят очень все это неприятно и так далее у вас есть свое представление что это было выходка одиночек патриотов или же организованная акция предупреждения это организованная акция очевидно сами одиночки патриоты в россии ни на что подобное не способны в отличие от оппозиционеров которые действительно по-настоящему активны и способны к самостоятельной активности к самодеятельности власть про властный лагерь он он существует только вот значит в ситуации ну как политическая сила когда власть его организует и сами по себе они с дивана никогда не поднимутся они будут могут что-то писать там фейсбуке ну или там в других социальных сетях но значит стать куда-то пойти причем там выслеживать муратова там но нет они этого не будут делать очевидно информация о перемещениях муратова которая оказалась в руках у этих людей она от силовиков и тот факт что кого-то из них задержали я не знаю правда чем это закончится расследование надо еще смотреть но вроде как говорили что задержали там кого-то из покушавшихся ну можно предположить что раз задержали то на самом верху это согласованное не было это значит была какая-то самодеятельность вот этого лагеря сторонников войны до победного конца этих ястребов то есть их муратов в какой-то момент достал ну ну не может не только муратов то есть вообще в целом протест оппозиция да вот ну тут муратов под руку подвернулся на него и на а зачем поле зачищено муратов закрыл газету ну нет как зачищена она зачищена исключительно формально в реальности если вы посмотрите на то что происходит в социальных сетях вы увидите что никакой победы провластного лагеря нет нет я имею ввиду сми ну а что сми ну муратов допустим даже если он закрыл новую газету он сам как как физическое лицо может что-то говорить он это говорит там писать что-то в социальных сетях может да вообще неизвестно куда неизвестно чем поехал мало ли можно на митинг сейчас соберет ну там надо понимать плане когда система идет в разнос все нервные понимаете муратов это все таки фигура надо надо вообще понимать что реально уровень поддержки обществом вот этой спецоперации но он гораздо ниже чем те цифры которые рисуют нам в целом и фом эти про кремлевские социологи в реальности значит лагеря антивоенные очень силен и очень и он мобилизован сейчас люди перестали выходить на массовые акции протеста потому что мы действительно их постоянно бьют и задерживают вот но все это перешло в какую-то партизанскую войну вот эти машины с буквой z они же практически исчезли почему да потому что им шины прокалывают или стекла разбивают вот значит или там одиночные пикеты они же не кончаются они продолжаются да и и в ситуации когда война затягивается вот эти все против вот этот протест становится все более и более опасно потому что знаете ведь поражение делегитимизирует отсутствие побед быстрых побед значит ну знаете вот то что называется дезориентирует сторонников войны они начинают оглядываться по сторонам пытаясь понять так сказать а что же происходит то вроде же мы молодцы мы 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 правы значит мы должны быстро победить мы же сильны а раз не побеждаем значит ну значит что то не то значит нам врут вот и в этот момент когда люди готовы начинут вот начинают прислушиваться готовы начать прислушиваться к мнению противоположного лагеря вот эти сторонники войны становятся особенно опасно их активность становится опасно вот сейчас ситуация ну может не совсем сейчас ну вот но уже подходит к тому что будет переломный момент мне кажется он наступит где-то через месяц два ну в принципе на самом деле уже сейчас какие то уже уже видны да вот что 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 мы к этому моменту подошли и значит и в этой ситуации вот этот лагерь естребов он просто бесится да он понимает что сейчас вот или пан или пропал ну и вот они значит очертя голову бросаются во всякие авантюры в том числе и вот среди них и атака на муратова прошу прощения прошу прощения по поводу непосредственно войны в украине когда она только начиналась непосредственно 24 февраля были заявлены совершенно четкая сформулированные планы и позиции ради чего какие цели были поставлены можно по-разному относиться к этим целям но они были поставлены без малого два месяца продолжается война и с течением времени эти цели потихонечку одна за другой исчезали из такого общественного поля перестали упоминаться или размывались каким-то образом и теперь вообще честно говоря непонятно а для чего война ведется я имею ввиду российской стороной и какая вот непосредственно вот есть непосредственная красная черта вот за которой дальше уже можно не воевать вот у вас есть представление что теперь когда исчезла деноцификация демитализация там и так далее и так далее а вот где та черта у которой россия готова остановиться это первая часть вопроса и вторая как вы относитесь к версии что в любом случае как угодно но операция будет признана закончена и признана успешной не позднее 9 мая чтобы там по красной площади пройтись объявить себя победителями нацизма потоптаться на сокращенных захваченных украинских флагах и так далее ну а вообще конечно 9 мая это действительно дедлайн надо просто понимать что что такое 9 мая для путин путин превратил победу великой отечественной войне из фактора истории из исторического события в важнейший фактор текущей политики значит в одной из ключевых основ один ключевых инструментов легитимизации своего правления да вот сам термин деноцификации которые они попытались использовать в Украине в очередной раз это подтверждает то есть термин из времен семидесятилетней давности значит они дотащили до до вот этого вот до сегодняшнего дня попытались использовать его в оправдание своих действий сейчас да то есть взять и просто проигнорировать этот праздник ну пусть дескать так сказать народ попразднует а мы своим делом занимаемся Путин не может это очевидно будет такой сигнал обществу что что-то идет не так а праздновать когда у тебя нет победы сейчас ну это тоже очень очень плохо выглядит потому что ну окей спасибо деду за победу как говорится а ты то что то есть получается что ты только можешь дедов прославлять а сам ты побеждать не можешь да и это тоже конечно тоже очень серьезный удар по по путинскому образу вот как образу победителя там самого сильного да политика который постоянно добивается успеха в общем путин вот суксланги оказался конечно в связи с днем победы поэтому сейчас безусловно нет никаких сомнений они постараются развить новое наступление массированное на востоке с тем чтобы отжать как захватить как можно больше там территорию да чтобы на картах потом по телевизору так сказать людям рисовать доказывая как эффективно значит российские власти сумели там решать стоящие перед ними задачи в общем сумели проще говоря победить с тем чтобы 9 мая отпраздновать победу не только в той войне но уже и в этой войне спецоперации как они называют но поэтому а вот если украинцы выдержат это новое наступление ну вернее безусловно они его выдержат то есть вся украина то не пойдет тоже сомнений нет но если они в общем не отдадут сейчас значительные какие-то территории да то есть если россия не сумеет захватить ничего дополнительно к тому что она сейчас имеет ну тогда конечно путин окажется вообще очень тяжелой ситуации потому что выдать то что сейчас есть за победу будет чрезвычайно сложно да но путину придется после этого идти на мир то есть сейчас он вложится вот в последний удар да а после этого ему придется быстро договариваться пытаясь выдать за победу но то что уже есть да значит повторюсь перерастание конфликта вот бесконечно длящийся без мирного без мирного договора абсолютно не отвечает интересам путина вот эта война она если она превратится понимаете народ готов долго терпеть тяготы и лишения связанные с войной если эта война очевидно справедливо если она ведется на твоей территории то есть на тебя враг напал любая война ведущаяся на чужой территории по истечению какого-то времени превращается в глазах народа в войну империалистическую будь то это война афганская будь то это я не знаю Вьетнам для США любая любая война ведущаяся на чужой территории в конце концов Песков ставит неудобные вопросы перед социумом а социум переадресует их власти а что мы вообще там делаем насколько так сказать нужно нам ну то есть экзистенциальной угрозы же нет Песков то есть ну вы там что-то нам рассказываете про НАТО но НАТО понимаете это же такая умозрительная штука да это же не чувственный образ который ну реально способен впечатлеть вот в сорок первом году не надо было ничего придумывать был факт немецкий сапог топчет русскую землю да и этот факт поднимал людей на борьбу а сейчас-то нет этого факта нет этого сапога да а рассказывай про НАТО особенно в ситуации когда Финляндия вступила в НАТО ну то есть это вообще становится разговор в пользу бедных то есть то есть вы нам рассказываете что важно было не допустить подлетного времени так сказать там вот это да якобы с Украины подлетное время там какой-то короткий час вот ну так елки-палки теперь у нас в Финляндии граница значит тысячи километров значит и до Москвы там не дальше чем от Украины то есть проблема все все уже ну как бы она существует и что бы мы там в Украине не делали мы ее не решим да поэтому обессмысливается вот это противостояние с НАТО на территории Украины вот эти вот это все люди начнут люди же начнут рационализировать свое нежелание продолжать терпеть вот эти бытовые неудобства терпеть поток гробов идущих в страну непрерывных понимаете вот сейчас пока люди еще не не осознали так сказать вот всей той тяжести содеянного которая значит за этот за эти полтора-два месяца значит случились со временем когда уровень жизни будет падать все ниже и ниже когда вот эта истерика начнет проходить люди же не могут быть бесконечно взвинченными да вот такими как сейчас то есть война все равно как это было с войной афганской с войной чеченской там она все равно превратится в фоновое некое событие на передний план выйдут бытовые проблемы бытовые трудности ну повседневная жизнь людей это неизбежно это всегда так бывает и любой информационный повод умирает даже такой как война и вот и вот в этот момент люди начнут задаваться вопросом а ради чего мы все это терпим почему у нас безработица почему уровень жизни падает почему хороших машин больше нет почему мы на жигулях должны ездить и так далее и так далее и так далее всех этих вопросов будет все больше повторюсь а тут нам про какую-то НАТО расскажут да идите к черту со своим НАТО то есть это будет мощный удар по легитимности всей системы вот как Афганистан когда-то оказался последней соломинкой сломавший хребет верблюду Советскому Союзу точно так же и нет никаких сомнений если украинская война затянется она точно так же сломает хребет путинскому режиму впереди 2004 год очень непростые выборы у Путина электоральный рейтинг давно уже ниже 50 да сейчас его невозможно замерить в силу того что российское общественное мнение запугано репрессиями ну вообще люди шокированы происходящим людей опрашивают о чем они там о чем думают в момент когда они в шоке вообще не очень продуктивно они чего угодно могут наговорить да но в принципе если посмотреть на долгосрочные тренды да ладно окей сейчас мы не можем что-то замерить но долгосрочные тренды когда смотришь ты видишь что ситуация с общественным мнением она реально против режима работает и не надо говорить что ну типа они там нарисуют сколько угодно они конечно могут попытаться нарисовать сколько угодно но в таких ситуациях все оранжевые революции происходят как известно и много уже режимов пало да значит в момент когда они попытались фальсифицировать выборы начиная как минимум с 1986 года с момента падения режима Маркеса на Филиппинах вот с тех пор сценарий оранжевой революции поствыборной это регулярно случающаяся штука вот в России такие попытки были уже во время болотной и в 2024 году это снова может случиться если особенность нелегитимности режима будет падать да затянувшаяся война обязательно приведет к делегитимизации режима в общем отвечая на ваш вопрос затягивание войны не отвечает интересам Путина поэтому если до 9 мая он что-то там захватить не сможет я думаю ему все-таки придется договариваться если он совсем неадекватен но окей тогда наверное война будет продолжаться и тогда в 2024 году он столкнется с с оранжевым сценарием да Абаз большое спасибо за ваши комментарии всего вам доброго на этом все напомню что с нами на связи был российский политолог Аббас Галямов до свидания до свидания до свидания до свидания